Дамы и господа, я рада представить вам один из самых известных холдингов в сегменте общественного питания у нас в России. И человек, который этот холдинг у нас представляет, Эрнесто Гонсалес, старший вице-президент по развитию холдинга Россинтер. На сей раз на Байбрэнде представлен новый бренд, новая франчайзинговая концепция, которая называется Шикари. Эрнесто, расскажите, что за новая концепция, есть ли к ней интерес со стороны инвесторов на Байбрэнде? Мы создали очень интересный концепт, который называется Шикари. Это паназиатская кухня, это смесь кухни с пяти стран, которая имеет очень интересный передовой дизайн, очень яркий, красочный, так как квартира путешественника, которая приходит из Азии. У нас очень много разных блюд из всех вот этих кухон, которые имеют очень такие уникальные вкусы. Это отчасти от метода приготовления и от соусов, которые мы используем. Это новый бренд, который идет в замену нашей старой бренд Планеты Суши. Здесь мы в новом бренде, мы сохранили, наверное, самое лучшее того, чтобы было от нашего другого бренда. И создали какой-то новый уникальный бренд. Сейчас очень большой интерес, когда мы ее запустили, мы были в топ-10 новых открытий в Москве. И сейчас мне очень приятно видеть тот интерес, который этот бренд производит на людей. И реально, наверное, мне как бы даже больше, чем даже я ожидал. Мы традиционно представляем Шикари вместе с нашим старым обновленным брендом Эль Патио. В этом году мы представляем новый формат, при котором в ресторане можно построить не как раньше площадь их 450-500 квадратных метров, а можно компактно сделать их площадь 200-250 квадратных метров, что позволяет уменьшить инвестиции практически 35-40%. То есть я правильно понимаю, вы сейчас следуете таким основным трендам в франчайзинге на российском рынке? Это уменьшение все-таки первоначальных инвестиций, небольшие и малые форматы, при этом интересные бренды. И помните, мы с вами пару лет назад, когда делали интервью, говорили о том, что вот да, паназиатская кухня, это сейчас тренд, он набирает обороты. И вот представлен новый бренд как раз с относительно небольшими инвестициями. То есть вы абсолютно в тренде, и дай бог, конечно, чтобы у этого бренда было большое будущее. Есть ли уже сейчас подписанные или, может быть, такие почти подписанные контракты на бай-бренде договоренности? Мы пока не подписали контракты, но у нас есть несколько человек, с которыми мы думаем, что это практически стопроцентное подписание договоров. Очень соинтересованы в новом бренде. Я думаю, что, как обычно, после выставки мы со всеми встречаемся и определяемся. Но у меня, в общем, стопроцентная уверенность, что обязательно наш новый бренд в первой продаже произойдут на бай-бренде. Скажите, пожалуйста, из каких регионов приехали в этом году на бай-бренде? Есть ли те регионы, на которые вы как раз рассчитывали? Или это в основном Москва? Нет. Очень большой интерес есть. У нас и с Новосибирской был интерес, и с Сургута, и с Тюмени, и с Урала, там, Нижний Новгород, есть люди из Самары. То есть в этом году, мне кажется, да, очень большой интерес именно с региональных городов. И это очень важно, потому что возможности там развития в Москве, они ограничены, с большой конкуренцией, там большая аренда. И я думаю, что каждая франчайзинговая компания стремится расширить свое присутствие именно в региональных городах. Эрнестер, такой вопрос. Вот те действующие франчайзи, которые работали по вашему старому бренду, насколько охотно и быстро они переформатируются под новый бренд Shikari? Или вы с ними прекращаете сотрудничество? Вот в этом смысле. На самом деле мы сейчас в этом году сделали первые три проекта ребрендинга. Мы собираемся поддерживать Планета Суши до конца 2018 года, а все мы начали... Пока не закончатся действующие контакты, да? Да, мы всем нашим франчайзи, мы даем возможность ребрендировать свои рестораны совершенно бесплатно, без паушалного сноса. Ну, они готовы к этому? Да? Ну, в принципе, те, которые не хотят это делать сейчас, вполне до 2018 года могут работать под брендом Планета Суши. Планета Суши без проблем, конечно, да. И потом уже в 2018 году они примут окончательные решения, либо они будут ребрендериваться в Shikari, либо сделают что-то другое. Но я все-таки надеюсь, что через два года я все партнеры, которые у нас есть сейчас, я их увижу лично с ними, подписчиками, с теми, кто еще не подписали из-за того момента. Здесь вы представляете два бренда, да? Две франшизы, я имею в виду. Две франшизы, Shikari и Empatia. А в холдинге есть еще франчайзинговые предложения, с которыми вы не вышли, может быть, на байбренд? Ну, мы предлагаем также субфранчайзу Costa Coffee. А, да, вот. Английские, да, английская франшиза. Какие там планы? Как вообще у этого бренды дела сейчас? По развитию по субфранчайзинг у нас есть большие планы, есть большой интерес, особенность Москвы и с Московской области. Даже для нас, для наших условий, что мы требуем открытий не меньше трех кофейней, есть очень много желающих. Я верю в будущее развитие по субфранчайзингу Costa Coffee. Я пожелаю вам тогда успехов и в развитии Costa Coffee, и в особенности, конечно, бренды, которые мне лично очень нравятся. Новый бренд от Холдинга Россинтер, пан-азиатской кухни ресторана Shikari, разумеется, и El Patio. Приезжайте в следующем году традиционно на Байбренд Экспо и очень рада увидеть вас на Байбренд Экспо 2016. Эрнесто Гонзалес, старший вице-президент по развитию Холдинга Россинтер в нашей стеклянной студии Байбренд Информ. Спасибо, Эрнесто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова